Чебоксары с небес Чебоксары, но и свой дом, двор, а может быть и лавочку около подъезда. Подробнее о создании подобного шедевра нам расскажет его автор Валерий Тимофеев. Валерий, здравствуйте! Давайте начнем с самого начала. Как вам пришла идея создания этого фотоальбома? Так как я когда-то уже занимался фотографией, появился навык фотографирования, умение летать и сочетание двух фотографировать и летать. Это стало профессией. Оказалось, что это новое. В России вообще было запрещено снимать с воздуха железный занавес. Даже съемки с крыши должны быть согласованы с комитетными органами. Но восторг от увиденного, от впечатления там, где живешь, хочется показать. И вот это ощущение родины малой. Полет во сне. Вот восторга от... Там летишься над своим домом. Здесь ты жил до первого класса, здесь ты жил до восьмого класса, здесь ты учился, тут сходил в детский садик. То есть вот это полет над своим домом, вот ощущение, хотелось передать. Таких проектов было в мире очень много. То есть показать демонстрацию своей территории – это самый популярный вид съемки с воздуха. Изначально город легче с него фотографировать с высоких точек, с пожарных башен, с кранов. Это панорама. А с воздуха дает возможность представлять еще лучше улицу. В 98-м году я увидел книгу «Над Чикаго». Альбом, который показывает город во всех прекрасных местах. То есть там было все. Начиная от промышленности, территории, кладбища, культуры, религии, спальные районы. И вот была мысль, а почему мы сделали такой проект у нас в Шебоксарах? В 2003 году я выигран в культурную столицу. Вот этот такой хороший толчок, в том числе финансовый. Я летал над городами Нижний Новгород, Киров, Ульяновск, Чебоксары, Новочебоксарск. И появилась выставка моих работ. Народ впервые увидел, где мы живем. Есть такое предание. Когда человек просит помощи у ангела, ангел оказывает ему помощь. Но оказывает помощь там, где он родился. Вот на этих выставках ко мне приезжали космонавты. Они видели, говорили, надо же, я побывал на своей родине. Я связался со своим ангелом. Тут похоронены мои предки. Тут я ходил в школу. То есть, вот это ощущение полета, выраженное в фотографии и видео, оно дает восторг. И вот, в конце концов, родилась идея собрать все это в целом и сделать такой проект. И появилась идея объединить все мои фотографии и сделать такой проект. Сначала мы сделали интернет-проект. И он работает. Сайт, посвященный воздушной фотографии. Таких проектов по Чебоксарам и таких проектов, которые давала культура на столице, не было в России вообще. Были какие-то частичные объекты, какие-то художественные съемки, отдельно стоящие каких-то зданий, районов. А так полномасштабно, чтобы снимать досконально районы, этого не было. И вот два года назад, объединив усилия с дизайнерами, краеведами нашими, я решил отобрать материал и предоставил им на общественность. Они отбирали долгое время. И вот третий год мы уже эту книгу рожаем. Кроме того, в эту книгу очень было много включено исторических съемок. Хотелось бы, конечно, с воздуха, но их нету, как по определению, так я говорю. Может быть, где-то в закромах есть какие-то секретные съемки, но они до сих пор еще неизвестны. Очень мало было съемок. Представьте, 50-е годы съемки с воздуха, как до затопления ГЭС, да, посмотреть бы. 60-е, 70-е годы. Но что-то мы нашли. В итоге мы создали такой альбом «Чебок старый с небес». Книга о городе, книга о месте, где мы живем, о территории. И осматривая этот альбом, мы можем путешествовать по городу. Вот скажите, кроме ценителей еще фотографии, кому еще может быть полезен этот альбом? Ну, в любом случае, это научный какой-то труд, с одной стороны. Это архивный, научно-познавательный. Места, где мы родились, я говорю, это для инвесторов. Опять территория, развитие территории как таковой. Город, где хочется жить, говорят, для тех, кто продает дома. То есть, жилая недвижимость, да, для риэлторов. «Чебоксары», когда смотрят альбом мой, я часто показываю Казань. Какой у вас красивый город, какой у вас зеленый город, какой у вас красивый рельеф, какие у вас фонтаны, какая у вас природа. Просто, как говорят, да это же Европа. Повторяю слова Владимира Владимировича Путина. В самом деле, город красивый. А были какие-то сложности при создании этого альбома? Сложности были в отборе. Материала очень много. Мало того, постоянно идет обновление города. Сложности даже в том, что хочется и это, и это, и это, как автору. Сложности были, опять-таки, на кого ориентировать альбом. Для строителей, архитекторов, для туристов. Каждому, как бы, тяжело было угодить всем. Я думаю, через 20-30-40 лет город, в конце концов, сольется снова в Чебоксарском. То есть, ландшафт, рельеф поменяется. И то, эта история, как это было, и там, где мы жили, этот альбом дает представление. А у вас есть любимые места какие-то, пейзажи, Чебоксар? Что вам нравится фотографировать больше всего? И как это отразилось в этом альбоме? Вот, когда мы делали свой сайт, мы думали, какой жанр. Вот, портрет – это жанр, да, там, фотография, ну, теперь морда. Какое же отвести, как бы, как же направление. Воздушный репортаж мне нравится. То есть, вот, в эту книгу мы будем включать, если вы некоторые видели, на сайте ВКонтакте я снимал. Этот год – День города. И у нас была зарядка со звездой. Вот, ощущение, вот, как бы, праздничной репортажей, смотришь сверху на людей, как собираются. Жанр, как воздушный репортаж. Кстати, это в мире, это самое практикуемое. Все вертолеты, все телевизиончики снимают с воздуха мероприятия. У нас это пока только развивается, да. Вот. Ну, конечно, место на Чебоксарский залив. После выхода этого фотоальбома, какие планы на будущее? Может быть, Чувашия с высоты птичьего полета, или, не знаю, еще что-нибудь. Какие оригинальные идеи, предложения у вас? А все-таки, ведь у нас Чувашия, они ограничиваются городом Чебоксары. У нас есть город АллатРа, Канаш, Ядрин. Я думаю, что города Чувашии, они настолько же интересны самим жителям. Это землячество. Ведь большинство, хотя и живут в Чебоксарах, но эти родились в других городах. И это «Малая Родина». Вот фотография, которую хочется повесить на стенку, любоваться ей. Причем постоянно, вот эта книга, я заметил, да, ты постоянно здесь что-то новое открываешь. Даже сейчас смотришь, надо же, как город переобразовался где-то. То есть, постоянно любуешься. То есть, я думаю, что вот это направление сделать проект о Чувашии. То есть, получается, в целом, у Чувашии стоит ждать в дальнейшем от вас, да, фотографии? Тоже как бы с воздуха? С высоты. И чем интереснее наш проект, это же не с космоса, это не с большой высоты, а полет на уровне сна. Спасибо, Валерий. Сегодня мы беседовали с воздушным оператором, летчиком и фотографом Валерием Тимофеевым. Любуйтесь пейзажами нашего города. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!